Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале LeanHustle и сегодня я попытаюсь сделать самый подробный туториал по заработку на Grass. Grass это проект, в котором вы скачиваете либо расширение, либо приложение. Он у вас в фоновом режиме фармит, причем почти не используя ресурсы вашего компьютера. Мы это, кстати, тоже обсудим, хоть у меня и выходил видос на канале, но я сейчас еще раз это с вами все обсужу. И расскажу, что к чему здесь, как и сразу же скажу, что данная статья, я ее писал сам, она есть в текстовом виде, я на нее оставлю обязательно ссылку в описании. Можете брать информацию оттуда, если вам так будет удобнее. Там все со скриншотами, все подробное я расписал, но вот сейчас решил снять еще и видео. Итак, друзья, первое, что нам нужно сделать, это, разумеется, создать аккаунт. Как нужно создать аккаунт? Можете перейти по ссылке в описании и зарегистрироваться. И я вам даже не то, что рекомендую это сделать, я вас прошу, поскольку и вы, и я за это получите бонус. Смотрите, переходя по ссылке в описании, у вас автоматически вводится мой реферальный код. За то, что вы достигаете 100 часов фарма, и мне и вам дают 5000 вот таких поинтов. Вот смотрите, они отображены светло-зеленым цветом, и вот, как видите, вот у меня написано реферал бонус 17500, то есть вот в этот день какое-то количество моих рефералов получили этот бонус. То есть и я, и вы получите по 5000 поинтов, а 5000 поинтов это примерно 2 дня фарма. Просто так, за то, что вы рекнетесь по ревке. Вы, конечно же, можете придерживаться каких-то позиций типа антирефералки, там, многие такое делают, опять же, не понимаю зачем, но тем не менее, можете такой позиции придерживаться, просто не получите бонус. А так, туториал в целом для вас никак не поменяется. Итак, зарегистрировались, простая регистрация, просто ввели почту, пароль, все это, разумеется, запоминайте, потому что потерять доступ в самый ответственный момент будет очень обидно. Далее мы попадаем вот в такой дэшборд. У вас здесь, разумеется, ничего не будет, потому что фарм еще не начат. Что мы делаем дальше? Для начала, друзья, разберемся с процессом верификации, а это очень важно, поскольку, если вы ее не пройдете, а смысл вам фармить. Верификация в данном случае не подразумевает никакое предоставление документов, разумеется, это все не про это, сейчас я вам все расскажу. Итак, первым делом заходим в раздел rewards, то есть награды, и здесь мы подтверждаем адрес своей электронной почты. Ну, думаю, никаких проблем с этим не возникнет. То есть, просто вам придет письмо, нажмете там кнопку, все. Все. Далее. Подтверждение адреса кошелька. И вот здесь у многих возникают некоторые проблемы. Давайте разберемся. Я, собственно, уже снимал видос о том, как это исправить, как быть, но, тем не менее, расскажу это в полном туториале, раз уж я его выпускаю. Итак, я рекомендую вам использовать кошелек или Phantom, или OKX. Возможно, вы его уже создавали, возможно, нет. То есть, он, например, нужен был для дропа таплки Mimify, да и вообще для многих других. Например, в Katizen тоже за него бонусы давали. Но мы будем создавать как будто бы с нуля. Окей, для этого мы просто набираем в поиске OKX Wallet, ну, то есть и расширение, да. Вот у нас выдается ссылка на официальный магазин. Опять же, в статье есть все необходимые ссылки. Будет ссылка на статью, там все это можете найти, если вот у вас, например, не выдастся. Все, без разницы, какой у вас браузер. Яндекс, значит, Яндекс, Google, Chrome, Opera. Просто из этого магазина скачиваем. Все, он у вас скачался, и вот так вот он выглядит. То есть, вот у вас это расширение, оно устанавливается, и вот. То есть, я ввожу свой пароль, который я здесь поставил. Ну, то есть, этот пароль, если что, он никак не связан с самим кошельком. Это просто для того, чтобы я в браузере мог залогиниться. Итак, вот, кстати, насчет Mimify тут написано. Вот, значит, у меня на балансе вот 7 долларов. В Solana, ну, у меня есть еще кошелек один, я с него тоже себе Solana перевожу так регулярно. И потом объясню зачем. Итак, вот у меня этот кошелек, он у меня уже создан. Разумеется, у вас он создан еще не будет, если вы в этом вообще впервые. Ну, не беда, просто создаете его, нажимаете Create New Wallet, и там у вас будет выдана seed фраза. Seed фраза это 12 слов в случае Ox Wallet, Oxx Wallet. Значит, просто создаете ее, обязательно эту фразу записываете куда-то себе на бумажку. Можете, конечно, сохранить ее скриншотом, но опять же, скриншот можно потерять, ну, бумажку, конечно, тоже, но скриншот могут украсть злоумышленники. У меня такого никогда не было, но я все-таки все seed фразы храню на бумаге. На всякий случай, мало ли там удалят аккаунт, что-то еще случится, просто запишите, потому что утеряв, потеряв вот эту фразу, вы никогда не восстановите доступ к кошельку. Такова реальность некостыдальных кошельков, и в целом это правильно. И доступ к нему осуществляется только по 12 уникальным фразам. Все, с этим выяснили, вы создали кошелек, у вас здесь нулевой баланс. Далее мы идем обратно на страницу, кликаем подключить кошелек, у нас выдается ряд кошельков. Это может быть Phantom Wallet, это может быть Oxx, как я и сказал, и ряд других. Без разницы, какой вы подключите, главное, чтобы в нем была сеть Solana, а там будет только те, у которых есть сеть Solana. В данном случае мы включаем Oxx, кликаем, у нас здесь выскакивает подтверждение, и здесь может возникнуть один моментик, который как раз таки я рассмотрел в видосе, который вышел вот только что, если я обновлю страницу, он вышел в 15.00 сегодня. Возникнет проблема, а может быть и не возникнет. То есть, смотрите, два варианта, и мы как раз таки оба и разберем. Смотрите, первое, у вас все отлично, вы просто нажимаете подписать, все, кошелек верифицировался. Раз, если у вас выдает, что недостаточно Solana на счету, что мы делаем? А ход, значит, действий очень прост. Так вот, закрою мейджор, значит, зайдем на вот мой основной аккаунт менеджерский. Итак, что мы должны делать дальше? А все очень просто, просто пишите мне в Telegram, ссылка будет на меня в описании, и покупайте у меня Solana. Как это происходит? Вы просто пишите, переходите в специальный переходник, давайте я даже его покажу, чтобы точно никаких вопросов. Вот, смотрите, есть такой переходник, добавляйте меня сразу в контакт, и здесь есть на меня ссылка. Все, отправляйте мне сообщение, типа, хочу Solana. Что вы делаете далее? Вы отправляете мне от 50 до сколько хотите рублей, просто в качестве поддержки мне за то, что я вам переведу Solana. Почему так? Типа, что за бред? Почему ты берешь деньги за то, что там скинешь чуть-чуть Solana? А все очень просто, если вы будете покупать Solana через какие-либо обменники, вы потратите на это просто баснословные деньги. Обменники принимают от 5 тысяч, от 5 тысяч в основном, а если они принимают меньше, то цена за Solana будет где-то x полтора. Я же за 50 и тире, сколько, ну можете, вот сколько хотите меня поддержать, столько и скинуть. Я вам перевожу где-то 20 центов в Solana. Вообще нормальный курс, потому что вы таких, как бы, сделать нигде не найдете. Я просто в один момент по 160 долларов купил Solana и сейчас ее вот так вот скидываю. У меня есть отзывы, опять же их тоже прикреплю в описании. Вот так помогаю. Все, после того, как у вас будет немного Solana на счету, у вас 100% привяжется кошелек. Далее подтверждаем, значит, еще раз почту. Все, все готово. Никаких больше проблем не будет. Мы на этом с верификацией закончили. Сразу же скажу насчет вот этого раздела. Многие захотят кликнуть, тут написано, значит, проверка, ну как бы, пригодности и забирание наград. Друзья, если вы не участвовали в сезонах до этого, у вас здесь ничего не должно быть. Во-первых, тут сюда надо на эту страницу конкретно с VPN заходить. И в любом случае, если вы не участвовали в предыдущих сезонах, а конкретно в Stage 1, вот я, например, в ней не участвовал, у вас там ничего не будет. Там будет написано, что кошелек не подходит. Это не значит, что вы ничего не получите. Это значит, что в первом сезоне вы не участвовали. Все, как только вот у вас страница выглядит так же, как у меня, то есть все подтверждено, все вот здесь везде стоят галочки, отлично. Переходим теперь к самому фарму. Итак, друзья, есть два способа фарма. Мы будем рассматривать два способа. Это фарм в декстопном приложении. Вот оно. Оно дает сразу 2х. То есть я вам рекомендую это скачивать. Она никакого вообще места не занимает. Вот сейчас диспетчерин задач, возможно, найдем, возможно, нет. Просто почему-то иногда он отображается, иногда нет. Вот я в одном из видео предыдущих показывал. Вот он, grass. Смотрите, он занимает вот 5.6 мегабайта. У меня 32 гига оперативы, я это вообще не ощущаю. Поэтому, думаю, никто это вообще не ощутит. Даже на ноутбуке это никак не будет мешать. Вот у меня в фоновом режиме открыто это приложение. Нажимаете скачать, устанавливать. Оно весит там 4 мегабайта вроде бы. И логините свой аккаунт. Все. Ставите на автозапуск. Очень важно. Здесь нажимаете шестеренку. Здесь нажимаете аппсеттингс. И включаете автозапуск, автоапдейт. Все. У вас все работает. Второй вариант. Это только браузерный фарм. Нажимаете вот эту кнопку. И вам будет фармиться 1x. У меня в браузере тоже, кстати, на всякий случай, за коннекчена. Хоть здесь и не идет фарм. Поскольку фармится всегда только с одного места. И оно более приоритетно выбирается. То есть, если у меня стоит приложение на компе, оно будет засчитываться с этого. Если у меня, условно, приложение отключится, то будет фармиться с браузера. Все. Вот так это работает. Какие могут возникнуть проблемы? Да в целом-то никаких. Единственное, что иногда может не коннектиться. Друзья, не пытайтесь ничего делать. Они сами это пофиксят или само это исправится в итоге. Потому что я несколько дней убил на то, чтобы найти какие-то решения. В итоге они просто выпустили обнову, и у меня все починилось. Все. Здесь у нас идет фарм. В день можно фармить в среднем где-то 2,5-3,5-5,5,5. Ну, без рефералов, без учета. Просто за то, что у вас включен компьютер. Вы им пользуетесь. Там, условно, 8 часов, как я, в день. Может быть, чуть больше. У вас фармится это все в фоновом режиме. Что дальше? Что делать с этими поинтами? Все просто. Мы просто ждем конца эпохи. Эпохи, сколько их будет, пока неизвестно. Например, в той вроде бы их 9 было. Вот сейчас идет первая. То есть, чем раньше зайдем, тем лучше. Потому что за разные эпохи будут разные награды. А вот я в этой уже нафармил 262. Эпоха идет месяц. То есть, вот с октября по ноябрю. Завтра заканчивается первая эпоха, кстати. Вы этот видос увидите, получается, когда эпоха вторая уже начнется. Ничего страшного. Уверенно заходите. Даже если вы смотрите этот видос через несколько месяцев. Заходите. Вы все равно успеете. Условно, те, кто зашли в прошлом сезоне, даже в последнюю эпоху, забрали по 70-80 долларов. Всего за одну. А можно было фармить все 9. Ну вот, я буду сидеть, разумеется, с самой первой до последней. Пока не будет airdrop. Airdrop будет в токенах GRAS. Причем в этом сезоне, во втором, раздадут на 75% больше. На 70%, да. В первом раздали 10% токенов. Во втором раздадут 17%. То есть, награды будут еще жирнее. Но и, конечно, количество игроков возросло, хоть и не огромно. Ну, не на много. Поскольку токен стоил на листинге 70 центов. А сейчас он стоит почти 4 бакса. В среднем пользователь мог забрать от 300 до 1500 долларов. Просто вот так вот, ну, включая на фоне это приложение. Причем оно у вас на автозапуске. Вам даже нажимать ничего не нужно. Ну и вот. Надеюсь, я вам пояснил. Здесь также есть награды дополнительные за достижение вами определенного количества поинтов. Например, у меня сейчас эмиральдская лига. Ну, то есть, изумрудная лига. За ап каждой лиги. Причем первые 5 проходятся очень быстро. Вам дают дополнительные поинты. Например, вот за то, что я апну 375 тысяч поинтов. Ну, в этом сезоне я уже явно не успеваю. Остался всего один день. Ну, вот в следующем сезоне я апаю. И мне дают еще дополнительно 19 тысяч. А это, между прочим, 5 дней чистого фарма. Что вообще отлично. Ну и все. Чтобы не пропустить, когда будет листинг, как вывести и так далее. Подпишитесь на вот этот канал по крипте. Это мой канал. Я его лично веду. LH Crypto 1. Ссылка, конечно же, будет в описании. Всем огромное спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы, то лучше не спрашивайте в комментариях, потому что непонятно, когда вы их будете писать. Просто зайдите в наш чатикс. Тоже ссылка будет в описании. Здесь есть раздел Grass, Note, Pay, Gradient. Это проекты, если что, схожие. Вот здесь вот задавайте все вопросы. И ответим, или я, либо же люди, которые здесь сидят. Тут хорошее отзывчивое комьюнити. Всем спасибо. Всем пока. Подпишитесь, кстати, на YouTube. Тут много всякого полезного. Продолжение следует.